Каждый день приносят научные сенсации, которые противоречат нашим представлениям о жизни. Последние находки археологов опровергают учебники истории. Новейшие открытия астрономов начисто ломают знания о Вселенной. А достижения биологов рушат, казалось бы, незыблемые истины даже о жизни и смерти. Хотим мы этого или нет, но знания, накопленные человечеством, все чаще оказываются территорией заблуждений. Во всех учебниках истории написано, что первая человеческая цивилизация возникла около 6 тысяч лет назад. Это были древние шумиры и жители загадочного Вавилона. До них древний человек охотился на мамонтов, жил в пещерах и, в общем, по внешнему виду и повадкам мало чем отличался от обезьяны. Однако недавно в джунглях Эквадора была найдена одна вещица, которая заставила ученых крепко призадуматься, а так ли было все на самом деле. Каменная статуэтка, которая стала мировой сенсацией, представляет собой настоящее произведение искусства. Она увенчана таинственным кристаллом в виде глаза, который очень напоминает известный символ с однодолларовой купюры. Мало того, на таинственной статуэтке ясно прочитывается изображение созвездия Орион. И даже есть надпись. Австрийский археолог Клаус Дона. Он специализируется на изучении древних находок, которые официальная наука идентифицировать не в силах. Он признался нам, что эксперты, которые изучали эту сенсационную находку, до сих пор не могут определить не только историческую принадлежность статуэтке, но и даже понять, из какого материала и каким образом была произведена эта древняя вещь. Эта загадка мы ничего не знаем. Сам камень довольно тяжел, он серого цвета и надписи обработаны мерцающей краской. Они как бы светятся, а сам глаз – это некий светящийся камень. Сама работа шедевральна. И все-таки сенсация заключалась даже не в этом, а в том, что древняя находка неожиданно оказалась гораздо старше даже шумерской цивилизации. Но если шумеры, согласно учебникам, на Земле были первыми, тогда чья это статуэтка? Но еще больше специалисты были поражены, когда расшифровали таинственную надпись на обороте. Надпись на дне переводится как «Сын Творца идет». Но почему она обрамлена золотым созвездием Ориона – это вопрос, на который мы по сей день не можем найти ответа. Наука не может объяснить эти находки и прячет их от широкой публики. В учебниках также написано, что 12 тысяч лет назад на Земле окончился ледниковый период. Животный мир расцвел, и первобытные люди изобрели цивилизацию. Однако неопровержимые факты приводят нас к мысли, что все было наоборот. Вот самый яркий пример. В Якутии в слой вечной мерзлоты найден мамонт. Возраст находки – 12 тысяч лет. Он прекрасно сохранился, и это свидетельствует о том, что резкое похолодание наступило мгновенно. В желудке мамонта осталась непереваренная пища – зеленая трава и гладиолусы. И вот это очень странно, потому что гладиолус, как мы знаем, растение теплолюбивое, его родина – тропики. И он, конечно, не мог бы жить в приполярных широтах древней Земли. Вывод, который сделали ученые, напрашивается сам собой. Во-первых, 12 тысяч лет назад климат на территории современной Якутии был совсем другой. То есть там, где сейчас лежат целинные снега, были тропики. А во-вторых, этот климат изменился буквально в считанные часы. Несчастный мамонт толком даже не успел полакомиться нежными лепестками гладиолуса, как превратился в свежемороженую тушу, которая сохранилась до наших дней. Но если это так, значит, была какая-то мгновенная катастрофа, удар, может быть, астероид или какая-то мощнейшая атака из космоса, а затем все на древней Земле изменилось до неузнаваемости. Современные палеонтологи скажут вам, что в истории жизни на Земле, которая началась около двух миллиардов лет назад, происходило около шести серьезных катастроф, которые уничтожили большинство видов, существовавших на Земле. Такие катастрофы происходили через каждые несколько сотен миллионов лет. В результате последней погибли динозавры, но были катастрофы и поменьше. Океанологи выяснили, что уровень мирового океана менялся минимум трижды. 80 тысяч лет назад он поднялся сразу на 16 метров и возвращался к прежней отметке целых две тысячи лет. То же самое, но в меньших масштабах произошло 13 тысяч и около пяти тысяч лет назад. Любой из этих катаклизмов можно назвать Великим Потопом. Что могло вызвать столь страшные катастрофы? И какой была Земля до потопа? Какие существа ее населяли? И какое значение для нас это имеет сегодня? Один из самых уникальных экземпляров собрания Клауса Доны – Кости Великана. Это абсолютно подлинный артефакт. Его размер и датировка бесспорны. Это мы нашли в Эквадоре. Разрушенный человеческий скелет. Человек высотой 7 метров 60 сантиметров. Это человеческая пяточная кость. Часть отколота. Но ни одно животное, включая обезьян, не имеет костей такого рода. И вторая часть, которую можно идентифицировать – затылочная кость. Нижняя часть черепа. Выглядит точно так же, как и у нас, людей. Отличается лишь размером. Она в 5 раз больше. Если учитывать, что люди в то время имели рост метр 50, метр 60, то в 5 раз больше это как раз и будет 7,5 метра. Эти останки найдены в Эквадоре в 1964 году. Часть из них Клаус смог забрать с собой. Когда он показал их экспертам и медикам, они сильно удивились, но подтвердили, что кости могут принадлежать только человеку. Возраст останков – более 10 тысяч лет. В Боливии Клаус Дона сделал еще одно странное открытие. Захоронение людей ростом порядка 2 метра 60 или 80 сантиметров. Но самое удивительное, что у них необычные удлиненные черепа. Самое интересное, что в верхней части черепа у них, в отличие от нас, гомосапиенс, имеется связующая линия из трех костей. Выглядели они, как бы сказали сегодня, как яйцеголовые. Это совершенно необычный способ соединения костей в верхней части черепа. То есть это ни в коем случае не неандертальцы и не кроманьонцы, и не гомосапиенс. Было бы очень интересно определить возраст этих скелетов и провести анализ ДНК, чтобы определить, что это за люди. Что же это за люди, которые жили более 10 тысяч лет назад и выглядели столь странным образом? На юге Армении, недалеко от города Агарак, местные жители не раз находили кости великанов. Исследовать их отправилась российско-армянская археологическая экспедиция. В местечке Хоте, на дне древней могилы, действительно оказался странный скелет. Этот скелет был нами обнаружен без черепа. Практически сохранился один позвоночник, состоящий из нескольких позвонков. Мы, когда совершили обмеры, мы увидели, что этот позвоночник достигает полутора метров. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст этой находки составляет 11 тысяч лет. По оценкам ученых, скелет принадлежал 17-летней девушке. На основании пропорций тела исследователи вычислили рост великанши. Это невероятно, но она была намного больше обычного человека. Мы предполагаем, что это был индивид трехметровый. Поскольку полтора метра позвоночник, еще чтобы пропорционально было сложное тело, как раз нужно столько же, чтобы уравновесить. Да, и полтора на полтора – это три метра получается. В поселке Лернароте археологов снова ждала удача. Заброшенная древняя могила и целых два скелета. Один абсолютно фантастического размера, второй поменьше. Возраст находки также не менее 11 тысяч лет. Один был гигантского роста, ну, скажем так, роста трех-пяти метров. Надо сказать, что анализ древних легенд нередко приводит историков к сенсационным результатам. Чего стоит только открытие мифической трои, она ведь тоже считалась когда-то сказкой. Описание же людей-великанов в древних источниках просто поражает своими подробностями. Древнегреческий титан Прометей, Голиаф из Ветхого Завета, Былинный Светогор, а еще великаны-циклопы и великаны-людоеды. В легендах они выписаны большими и сильными, а еще не очень умными, потому что их брали хитростью и, как правило, одинокими. Из этого можно сделать вывод, что, возможно, люди-гиганты, которые стали персонажами древних сказок в действительности, были доживающими свой век представителями допотопной цивилизации. Редкие их представители, выжив после катастрофы, в одиночку прятались в труднодоступных чащах и пещерах. Их, конечно, стоило бы внести в Красную книгу древнего мира, но вместо этого новые хозяева земли их безжалостно уничтожали, документируя свои победы в древних летописях. Народы Ближнего Востока, славяне, индейцы Северной Америки, все они жили на огромном расстоянии друг от друга, но передавали из поколения в поколение похожую историю. На нашей планете когда-то существовали люди-гиганты, чей рост достигал трех, пяти, а то и двадцати метров. Для античных аппетий, являя первая книга Водия, говорит, в то время были на земле исполины, особенно же с того времени, когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им. Это сильные, издавна славные люди. Гиганты жили примерно через пятьсот лет после Адама. Было много людей на земле, и было много дочерей, которые родились в семье Адама. И эти сыны Божьи смотрели вниз на этих прекрасных девственниц и спускались на землю, чтобы жениться на них. Это было через пять тысяч лет после Адама. И через тысячу лет после этого на земле начались проблемы. Тоже Библия. И сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. От человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю». Разверзлись все источники великой бездны. И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. Через пять тысяч лет после этого скрещивания сверхъестественные сущности спустились на землю и вызвали всемирный потоп, чтобы уничтожить все потомство гигантов, которые приносили насилие на землю. Исчезновение динозавров – это все из-за того потопа. А потоп произошел из-за того, что боги хотели освободить землю от гигантов. Из анализа этих текстов следует, что древние люди видели каких-то сынов неба огромного роста, и вместе с ними великанов. Но это были разные расы. Вот интересная цитата. «Когда Ной стал строить ковчег, то гиганты, жившие на земле, стали смеяться над ним. Потоп не причинит нам вреда. Мы слишком высокие. Ступни наши такие большие, что мы можем преграждать ими реки». Но начался потоп, и все исполины, кроме одного, погибли. В вавилонских сакральных книгах говорится, Ной спас бога, гиганта, разрешив ему поместиться за решетчатой дверью ковчега. Сквозь эту решетку Ной каждый день подавал ему пищу. Ряд исследователей считает, что и люди, и гиганты были созданы сынами неба, пришельцами с других планет. И задача у всех их детищ была тривиальная – работать на своих создателей. Человек был сотворен вот этой вот расой исполинов, ну, как раб, собственно говоря, для того, чтобы добивали полезные ископаемые. Вот. Первая цивилизация возникла в Шумере, ну, не в Шумере, в Месопотаме, потом это вырвалось в Шумер, в Вавилон, там, и прочее. По этой версии, пришельцам были нужны биороботы – гиганты разного роста, в зависимости от сложности работы. В результате экспериментов получались пяти, десяти, и даже двадцатиметровые великаны. Они просто создают огромных людей, дают им, ну, такой, ну, типа огнемет, ну, не огнемет, ну, давайте назовем его лучемет, например, да. Вот вы видели метро, представляете себе, диаметр проходческой машины – шесть метров. И вот это вот получается туннель метро. Вот эти шести, а под Южной Америкой вдоль проходят туннели, и начинают с шести метров и до двадцати метров в диаметре. Их общая длина 20 пока известна, 22 тысячи километров. По информации, собранные историком Владимиром Дегтяревым, великаны были бесплодными. Их создавали искусственно. Когда они становились немощными, их уничтожали и создавали новых. Вымерли великаны после того, как их хозяева внезапно покинули планету. Как ни странно, эти события нашли отражение в сказках и мифах разных народов мира. У германцев и скандинавов популярна история о том, как великаны охотятся на людей в лесах, потому что им больше нечего есть. Потом люди объявили войну великанам. Поскольку те не могли размножаться, в скором времени их всех истребили. Люди собрались, их забили просто камнями. Они были, они, ну там уже и траву ели, все, понимаете? Подобные предания сохранились и у коренных народов обеих Америк. У американских индейцев есть легенда о гигантах от трех до четырех с половиной метров высотой. И когда индейцы поднимают руку, так сказать, приветствие, это для того, чтобы показать, что у них пять пальцев, а не шесть. Потому что если у тебя шесть пальцев, это значит, что ты можешь относиться к гигантам. Все эти гиганты были убиты американскими индейцами много тысяч лет назад. Разные исследователи сходятся во мнении, что великаны были не самостоятельной расой, а помощниками богов. Но не все считают, что сынами неба или богами древние народы считали пришельцев со звезд. Как выглядели жители Атлантиды? Атланта были меньше, ну, около, порядка, пяти метров. Кем были боги древнего Египта? Гермес Тресмегист, известный египетский бог, мог быть Атланта. Античные историки писали, Атланта. Именно вот в этих градациях от трех, пяти, на три с половиной метра до пяти не поднимается вылеча. Это примерно получается как раз, по-броговатски, это рост Атлантов. Античные историки писали, что уцелевшая часть Атлантов основала цивилизацию древнего Египта. Они пришли на север Африки, когда там уже жили примитивные племена. Группа Атлантов стала богами для египтян. На храмовых фресках боги всегда изображаются в два раза больше людей. Мог ли таким и быть их настоящий рост? Гермес Тресмегист, известный египетский бог, мог быть Атлантом по уровню своих знаний, по уровню своих способностей. и он известен еще как основатель науки в человеческой цивилизации, в человеческой истории. И, возможно, владел такими знаниями не случайный бог, не случайное божество, а именно Атлант, который спасся от катастрофы и захотел передать эти знания миру. Остается только ответить на вопрос, каким образом людям-гигантам, если они, конечно, существовали, удавалось выживать на нашей планете. Ведь в современных условиях такие размеры не позволили бы им встать даже с четверений. Ответ на этот вопрос дают биологи. Дело в том, что миллионы лет назад условия на нашей планете были совсем другими. Даже вода, она имела огромное содержание кальция, а кости это в первую очередь кальций. Сегодня мы не задумываемся о том, что когда-то все на земле было гигантски. Деревья могли достигать сотен метров. Исполинские лианы сплетались в ловушки и ждали, пока в них увязнет какой-нибудь зазевавшийся динозавр. А размеры грибов они достигали 6-8 метров в высоту. Кстати, первые грибы тоже были хищниками и питались животными и насекомыми. Но почему все было таким большим? Подсказку ученым дал обыкновенный янтарь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Были гораздо меньше. Гравитация, сила гравитации была гораздо меньше, потому что они были все-таки существами гигантского роста. Они были наделены мощной физической силой. Если бы сила притяжения была большой на Земле, то тогда бы деформировалась сама Земля. Это понятно. Но как это возможно? Геофизика говорит, что сила тяжести зависит от массы планеты и скорости ее вращения. Могла ли измениться скорость вращения Земли? Эксперты считают, вполне. В результате столкновения с крупным астероидом. Динозавры вымерли 65 миллионов лет назад. У человека разумного не было шансов увидеть живого ящера. Однако сенсационные археологические находки в Северной и Южной Америке доказывают иного. В мексиканском городке Акамбара найдены тысячи глиняных статуэток тираннозавров, бронтозавров и птеродактилей, а также пока неизвестных науке рептилий. Но если эти артефакты наука считает просто подделкой, то феномен камней Ики проигнорировать не удается. В Перу, под городом Ика, в захоронениях вождей обнаружены гранитные камни с росписью. Неизвестным, высокоточным способом на них выгравированы картины из жизни древних индейцев. Для обитателей древней Ики было, видимо, обычным делом ездить верхом на бронтозавре, разглядывать Луну в телескоп, делать кесарево сечение. Индейцы увековечили на камнях себя и тех существ, с которыми соседствовали. Есть изображения людей с, скажем так, со спинными пластинами, которые идут по спине, как у динозавров. Достаточно много изображений людей с хвостами. Есть изображения рогатых людей, есть изображения русалок. С точки зрения традиционной науки, объяснить эти находки невозможно. Объявить их подделками, хоть и пытаются время от времени, но как-то очень неуверенно. Кому пришло бы в голову проделывать такую колоссальную работу несколько веков назад, а самое главное, зачем? Но все можно объяснить, если допустить предположение, что либо человек появился на планете гораздо раньше, чем принято считать, либо некоторые виды доисторических чудовищ сумели дожить до появления человека. Гипотеза это вполне реальна. Черепахи, змеи, некоторые виды рептилий даже сегодня живут по 300 лет и больше. Что если некоторые виды динозавров, ихтиозавров, все-таки сумели выжить и войти в историю драконами, змеями-горыночами и прочими чудовищами, которые даже отражены в летописях некоторых средневековых городов? Могли ли доисторические рептилии дожить до наших дней? Ракулы, задавая вопрос, оставляли дары этому змею и ждали ответа. Зловещая тайна Исландского озера. Размер этого существа, которого мы видели в озере, был примерно, как вон все домы сарай. На самой высокой точке старинного русского города Елабуга расположено чертово городище. В этой башне, по легенде, много веков подряд жил змея-ракул. Он обладал даром предвидения и давал людям предсказания. Дракон был огнедышащий. На человеческом языке он не говорил, но все понимал и хорошо слышал. Вопрос задавался так, чтобы ответ был «да» или «нет». Жрецы и оракулы, задавая вопрос, оставляли дары этому змею и ждали ответа. Варианты ответа были таковы. В какую сторону и как будет изрыгнуто огненное пламя. В зависимости от этого определялась положительный ответ или отрицательный. Прорицатель за свои услуги брал дорого – добрыми молодцами или прекрасными девицами. Их оставляли связанными возле башни. Предполагалось, что дракон их ест, но массового скопления костей, характерного для жертвоприношений, ни под башней, ни возле нее не нашли. Змей-оракул никогда не ошибался. К елабужскому змею ходили за предсказаниями даже правители. Казанская царица Сиембеке, узнав о том, что на захват Казанского ханства отправляется Иван Грузный, отправила своих послов к оракулу-прорицателю сюда, на елабужское городище с единственным вопросом. Сможет ли она оказать реальное сопротивление армии русского царя? Ответ был дан отрицательный. То есть, опять-таки, змей изрыгнул огненное пламя, взмахнул крылами. Ответ был дан отрицательный. И, как мы знаем из истории, Казанское ханство пало под натиском Ивана Грузного. Особенно культ змей-подобных существ распространен в странах Юго-Восточной Азии. В Индокитае наиболее полно сохранилось описание неких нагов. Бело в том, что индийцы, они почитают нагов как своих предков. Хотя, ну, как можно говорить, предков наги выглядят, как змеи-человек. Хвост змеиный, верхняя часть – это человек. Для нас это мифология. Для индийцев это реальная история. Скелет нага никто не видел. Зато есть множество статуй в храмах. Кожа нагов была голубого, бирюзового или зеленого цвета, реже – белого. Именно так индусы сегодня рисуют и других богов. Очень много есть описаний нагинь, когда они принимали человеческое воплощение, что они были очень красивые, что обладали очень красивой фигурой. И существует очень много преданий о браках людей или тех существ, которые раньше назывались людьми, с нагинями. Согласно древним преданиям, потомки людей и нагов считались высшей расой. Именно они становились основателями царских династий. Например, в древнекитайском эпосе подробно описана жизнь первого императора Шэньнуна. Абсолютно исторический персонаж. Этот правитель был искушен в медицине, обладал глубокими познаниями в математике. Кстати, именно он первым ввел традицию пить чай. Удивительно в этих летописях другое. Древние источники утверждают, что рожден был будущий император от дракона и земной принцессы. На древних картинах у него змеиное тело и человеческое лицо. Не обошлось без мифических нагов, если почитать скандинавский или индийский эпос и в других царских династиях. Королевские семьи, в том числе в Англии, в России Род Рюриковичей, в Китае, в Корее, в Японии ведут свое происхождение от драконов. Что стоит за этими мифами? Кого же люди называли нагами? Неужели в глубокой древности на планете действительно жили эти странные существа? Или мифы исказили первоначальный смысл, и сегодня мы не понимаем, о чем хотели рассказать далекие предки? Сотни миллионов лет лишь одна среда на планете оставалась неизменной. Водная стихия. Возможно, именно там следует поискать следы древних форм жизни и ответы на вопросы, что же случилось с Землей. Существует наверняка уже материальное доказательство того, что не все рептилии вымерли, которые жили на этой планете, на нашей планете еще миллионы и миллионы лет назад, и что вполне возможно, есть какая-то ситуация, где им комфортно и удобно. Чаще всего это глубины. Эти документальные кадры стали мировой сенсацией. Исландскому туристу впервые удалось запечатлеть на видео существо, которое веками держит в страхе жителей городов вблизи озера Лагарфлеунд. Чудовищный червь случайно попал в объектив камеры в феврале. Тюри Бергесдоттер, управляющая в отеле города Халлорумстаттур. Она всегда думала, что гигантский червь из озера лишь красивая легенда. Но однажды женщина увидела на поверхности воды нечто странное. Одновременно с ней загадочное явление наблюдали гости ее дома. Это были три горки. Они были расположены так. Одна большая позади, а две более низких чуть в стороне и перед большой. А потом внезапно большой холм исчез. Странное существо плескалось на поверхности озера минут пять. Оно было огромным. Размер этого существа, которого мы видели в озере, был примерно как вон те дом и сарай. Вон они. В общем, оно было вот примерно такого размера, если так можно сказать. Эллен Крюер довелось увидеть чудовище почти полвека назад. Однако она до сих пор отчетливо помнит тот день. Существо было похоже на гигантского червя. Оно свернулось огромными кольцами и двигалось сверх и вниз. У червя было очень длинное бугристое тело. Цвет его был темнее светло-коричневого оттенка озера. Мы наблюдали за происходящим, анимев от ужаса и изумления. Скули Бьерн Гонерсон глава научного института имени Гонера Гонерсона, самого известного исландского писателя. Скули Бьерн занимается не только литературным наследием отца, но и местным краеведением. За 15 лет ему удалось собрать множество рассказов очевидцев и древних легенд о черве из озера. Часть из них звучали фантастически. Однако у Скули Бьерна нет причин не доверять словам отца. Когда я начал исследование, мой отец неожиданно сказал мне, однажды еще в молодости я работал над прокладкой дороги около озера и как-то вечером прогуливаясь с одним из товарищей около берега, мы увидели что-то очень странное и непонятное. До этого он никогда мне не говорил об этом. Из чего можно сделать вывод, что в действительности все люди, живущие в данной местности, верят во что-то необъяснимое. Нечто, живущее в этом озере. Что за таинственное чудовище берегит умы горячих исландских парней? Наука на этот вопрос ответить не может. Однако известно, что озеро, в котором его время от времени якобы наблюдают, находится значительно ниже уровня моря, которое совсем недалеко. это дает основание исследователям предполагать, что какое-то реликтовое существо, дожившее до наших дней, действительно может проникать в эти края по природным подземным каналам из соленых морских вод. Такая вот версия, которая пока ждет своего подтверждения. Настоящего исследования озера на предмет обитающего там чудовища никогда не проводилось. Люди выходили на лодках, оснащенных морскими радарами, которые используются для обнаружения рыбных косяков, и многие из них видели на радаре странные очертания какого-то существа очень большого размера. Интересно, что все это находится только в определенных частях озера. Так что мы, обитающие в данной местности, верим, что есть какая-то тайна, связанная с озером Лагарфлюут. Возможно, там обитает большое змееподобное существо, описываемое в ранних легендах. Лет, судя по летописям. Возможно, черноморский феномен даст ответ на этот вопрос. Существует устойчивая легенда, что возле крымских берегов до сих пор обитает свое чудовище. Его называют Карадагским. Мифический змей, существование которого наука отрицает, уже более тысячи лет смущает покой и сон рыбаков и туристов у побережья Черного моря. О нем писал сам Геродот. Его же изображали на гербах крымские ханы, например, Бахчисарайский. Выглядит монстр, как огромный черный дракон. Длина его в районе 30 метров, диаметр туловища метр, голова змеиная, глазки небольшие, посредине головы начинается, у него идет грива такая, грива в виде спутанных волос, в виде водорослей обычно описывают. Конец хвоста оканчивается как трезубец такой острый. Океанолог-гидронавт Анатолий Таврический змея часто видит с берега. Его появление сложно с чем-то спутать. Как только он поднимается на поверхность, раздается странный, резкий, невыносимый для человеческих ушей звук. Он напоминал как будто испорченный микрофон, очень громко. Тебе кто-то подставил к самому уху и громко крикнул. И вдруг вот в этот момент как раз на фоне гор появляется нечто такое черное и блестящее достаточно большого размера и сразу это понятно, что это явно не дельфин. Треугольная форма такими сглаженными краями очень блестящее, очень черное. Страшных твари встречают в Черном море не только у горы города, где впервые появилось неведомое существо. Николай Борин возле поселка Рыбачье однажды сам того не желая даже посмотрел чудовищу в глаза. Мужчина был вместе с другом на рыбалке, когда увидел в море огромный черный чемодан. Рыбаки польстились было на бесхозный груз, но он не дрейфовал в море, а несся на них с невероятной скоростью. Вот такой глаз как консервная банка на меня как глянь а меня как пригвоздил такой страх и потом я уже не помню Славка потом я полчаса орал говорит волосы дыбом а он на меня смотрит думал с ума я сошел вот я отошел через полчаса вот это когда встретился. Вполне возможно что Карадагский змей не что иное как древняя легенда которую поддерживают местные жители для привлечения туристов если так то рекламный ход этот довольно сомнительный вряд ли перспектива наткнуться на морское чудовище во время купания с детьми способствует популярности курорта кстати недавно появилась информация о том что у Карадагского змея похоже есть подруга служители одного из монастырей утверждают что видели сразу пару гигантских чудовищ сейчас мы пытаемся разыскать этих служителей культа чтобы выяснить подробности но если этих реликтовых тварей по паре то значит они вполне современные жители и они спокойно путешествуют переносимые водными потоками а в сумрачных глубинах океана может обитать целое семейство доисторических рептилий змеев пытались отловить но их не видят радары расставленные сети они рвут как нитки ученые предположили что Карадагское чудо реликтовый морской змей из класса плезиозавров но не только водоплавающих динозавров скрывает морская бездна эта история случилась в 1960 с нее стекали потоки он сказал это была сирена общение с сиреной длилось не больше минуты и хотя дива не произнесла вслух ни слова моряк все понимал двум матросам в шлюпке морская дива предвещала скорую смерть двум остальным капитану и видящему ее моряку долгую жизнь они предупредили этот корабль им за это позже дали там ордена и благодарности и все там вытекающее двое моряков которых увидел вот папин друг они погибли там ну спустя год два года ушли от каких-то заболеваний сам дядь Володя мой отец слава богу живы до сих пор причем мой отец в какой-то период времени перенес сильную операцию как объяснили врачи связанная с полученным облучением возможно в этом рассказе речь идет о массовой галлюцинации психиатрия объясняет это стрессом и особым сочетанием атмосферных явлений однако факт остается фактом подобных случаев и в воспоминаниях очевидцев и в литературе очень много и они очень похожи некие таинственные человекообразные существа преследуют моряков пытаясь порой даже войти с ними в контакт опровергнуть эти рассказы трудно но и подтвердить фактами то есть хотя бы одной живой говорящей русалкой пока не получается там довольно обширная мифология связанная с этим сюжетом у них есть множество имен лоскатухи русалки купавки нявки малявки все это как бы разновидности русалки там например были нявки так называемые они могли быть и мужчинами и женщинами но что если в морских глубинах действительно обитают человекоподобные создания согласно шумерским хроникам более 6 тысяч лет назад к этому народу из морских глубин одно время приходило странное существо все его тело было покрыто чешуей рядом с рыбьей головой сидела человеческая а из-под хвоста виднелись ноги это божество названо Оанас и принесло людям цивилизацию целыми днями он обучал их считать и писать строить дома и зекураты возделывать землю и убирать урожай на ночь же Оанас возвращался в море потому что умел дышать под водой так точно описал Оанаса и его деяния жрец храма бога Мордука вавилонский историк Белрушу живший в 4 веке до нашей эры но что же на самом деле происходило в древности на берегах Красного моря откуда взялся этот полурыба получеловек наличие рыбьей шкуры из-под которой виднелось тело человека наводит на мысль что Оанас был одет в глубоководный скафандр иногда его расстегивал чтобы просушить но не снимал чтобы аборигены не украли тогда бы он не смог вернуться домой можно предположить что Оанас образ собиратель он и подобные ему разумные существа прибыли к шумерам откуда-то извне на неизвестном корабле который оставался в море возможно что эти люди существовали вот такая переходная форма от человека скажем к животным от водоплавающим животным причем неоднократно появлялись в истории земли в палеонтологической летописи земли такие формы например они возможно жили в олигоцине возможно в иоцине жили в миоцине это где-то 47 миллионов лет назад 35 миллионов лет назад 15 миллионов лет назад японские моряки рассказывают о странных подводных существах у берегов шестого континента огромные длиной до 30 метров с абсолютно белой кожей они похожи на упитанных китообразных если бы не человеческие руки и лицо очевидцы назвали их нингены что в переводе с японского означает человек можно было бы счесть это новой морской легендой но появились фотографии нинген первым их отважился опубликовать австралийский журнал таинственная вселенная а несколько недель назад появились и сенсационные видеозаписи на них явно видны эти жуткие существа будучи замеченными они поспешно ориентируются в ледяные глубины они очень даже антропоморфные не очень зооморфные они скорее напоминают технические устройства которые непонятно как двигаются силуэты их в воде любопытно что примерно аналогичную историю встречи с таинственными русалками оставил в своих дневниках и всемирно известный путешественник турки Ирдал помните тот который вместе с нашим Юрием Сенкевичем из клуба кинопутешествий плавал по пути древних египтян в Америку так вот он пишет что однажды их окружила целая стая морских человекообразных существ какое-то время они наблюдали за изумленными моряками то подплывали совсем близко так что можно было как писал турки Ирдал различить цвет их глаз то удалялись а потом они ударив серебристыми хвостами ушли в морскую пучину как будто ничего и не было то есть вели себя достаточно спокойно эти существа они их не трогали вот но тем не менее заставляли задумывать а вот что недавно случилось на Черном море близ мыса Ая группа дайверов совершала там погружение один из эквалангистов отделился от остальных и внезапно увидел под водой силуэты незнакомых ныряльщиков что-то в них сразу показалось ему странным и противоестественным они подплыли ближе дайвер пригляделся и обомлел они были намного намного больше людей рост странных существ был никак не меньше пяти метров более того они были без аквалангов без всякого снаряжения на многометровой глубине и будто переговаривались между собой мужчина сделал резкое движение на которое незнакомцы моментально отреагировали один из них оглянулся один оглянулся посмотрел на него как бы ничего не значит зрачков у них нет у этих атлантов и догоняя второго товарища ударил ласт 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 у них одеты что интересно не природные одеты странные существа не проявили интереса к человеку увидев его они лишь прибавили скорость дайвер напротив не мог оторвать от них глаз любопытство пересилило страх и мужчина поплыл следом они заплыли в пещеру подводную он за ними тут его как сработала защита и как выбросило просто потоком воды геологам известно материки не стоят на месте они совершают сложное движение из-за процессов в литосфере принято считать что миллионы лет назад на планете был единственный протоматерик пангея затем расколовшийся на шесть остальных казалось бы эта азбучная теория незыблема контуры всех современных материков почти складываются в пангея однако нашлись в научном мире и те кто усомнился и считает что материков было больше и вот их аргументы на планете с единственным материком на одной стороне и океаном на другой из-за неравномерного вращения была бы нарушена центробежная сила что привело катастрофическим последствиям более того имеются сенсационные исторические документы которые не удается проигнорировать древние карты до потопной земли самая известная из них это карта составленная в 16 веке фламандским географом Герхардом Меркадером он никогда не путешествовал но его карты по точности не уступают современному известно что он черпал свои знания из древних документов поскольку ученый имел доступ к самым знаменитым библиотекам средневековья а значит видимо где-то в каком-то доисторическом источнике и увидел как выглядела наша планета до того как ее изменил всемирный поток иначе чем объяснить что средневековый географ сумел нарисовать давно исчезнувший материк существование которого было доказано только в 20 веке кстати то что назвал он его так же как и древнегреческий историк Платон Гипербореи вряд ли можно назвать совпадемыми Меркатар работал с тремя картами причем эти карты были выполнены картографами в разные периоды исторического времени были карты выполнены до потопа очень высоким уровнем точности у него в руках были карты послепотопные и карты Северной Америки с относительным уровнем точности которые он попытался примирить древнегреческие авторы много писали о Гипербореи и никто не сомневался в ее существовании согласно летописям существовали даже дипломатические отношения между странами Средиземноморья и этой Северной державой описывается эти территории очень четко там говорится о таких вещах которые придумать невозможно о полярном сиянии о застывающих водах о звездах которые вращаются вокруг полярной звезды Плиний старший в своей естественной спадом а потом литосферная плита сдвинулась и материк стал тонуть по расчетам мука скорость опускания составляла 4-5 сантиметров в секунду за сутки континент полностью ушел под воду все свидетельствует о том что в прошлом произошел некий глобальный катаклизм что-то вроде сдвига полюсов планеты ось земли внезапно повернулась и по всему миру начались извержения вулканов мощные землетрясения появились огромные цунами которые стали обрушиваться на берег материков в некотором смысле начался конец света но жизнь продолжалась и цивилизации смогли возродиться но легенды о тех временах дошли до наших дней увы катастрофа уничтожившая прекрасную Атлантиду была далеко не единственной на планете такая же трагедия только гораздо раньше произошла с загадочным материком в Тихом океане на котором обитала древняя неизвестная нам цивилизация великанов Труанский манускрипт в котором детально описана хроника трагедии был найден французским археологом Брасером Дебурбуром на полуострове Юкатан и сегодня хранится в британском музее как одна из самых ценных религий в ней это и повествуется о том как могучая цивилизация великанов стремительно ушла под воду не оставив после себя ни единого следа там прямо сказано в год шестой в день одиннадцатый мулук месяца сак начались ужасные землетрясения которые продолжались до тринадцатого чуэн без перерыва страна холмов земли страна му была принесена в жертву дважды сдвинувшись с места она исчезла в течение ночи непрестанно сотрясая огнями из-под земли наконец поверхность земли не выдержала и десять стран были разорваны и рассеяны они затонули вместе с шестьюдесят четырьмя миллионами жителей за восемь тысяч шестьдесят лет до того времени когда пишется это это абсолютно подлинный текст и его содержание прямо говорит об исчезнувшей цивилизации то же самое написано еще в одном источнике майя кодексе кортеса ганская пацифида огромная страна которая тоже в один прекрасный вернее ненастный ужасный день погрузилась в воды Тихого океана и остатки которой то и дело всплывают так образно говоря на поверхность в виде каких-то вот артефактов свидетельств исторических и которые ученые просто не представляют куда им поместить какой раздел как бы истории палеонтологии там древней археологии и так далее страна Му Лемурия или пацифида согласно древним текстам находилась в Тихом океане ее жители якобы отличались гигантским ростом для того чтобы сложить более точное представление о том что такое пацифида надо положить перед собой карту карту Тихого океана и затем посмотреть на весь этот объем колоссальный и постараться процентов на 70-80 заполнить его сушей вот это и будет размер пацифида пацифида она исчезла с лица земли за 2,5 тысячи лет до Атлантиды и еще одно странное совпадение на Мадагаскаре и Филиппинах обитают животные которые не встречаются больше нигде в мире лемуры зверьки при многообразии разновидностей очень узкие эндемики словно кто-то специально взял и поселил их в определенных местах планеты либо Мадагаскар и Индонезия раньше были частью одной гигантской суши но самый феноменальный древний документ карта Пирирейса созданная в 1519 году разумеется по еще более древним источникам возмутительный и абсолютно неудобный для науки факт карта идеальна она нарисована согласно азимутальному равноудаленному проектированию а это очень сложная наука и дело даже не в том что на ней точнейшим образом прорисованы обе Америки здесь нанесена береговая линия Антарктиды без ледяного покрова проверить эти данные смогли лишь в 20 веке американцы с помощью спутника и оказалось что древняя карта точнее современных данных сомнений нет она могла быть сфотографирована только с воздуха и скорее всего из космоса то есть это доказывает то что древние художники возможно они снимали даже ее с воздуха потому что карта сделана так как будто это аэрофотосъемка вот что доказывает то что они могли видеть Антарктиду 20-го 25-го тысячелетия до нашей эры то есть когда она была свободна ото льда когда там бродили животные достаточно влага и теплолюбивая и когда она была ну такой как Южная Африка например абсолютно без снега и льда но неужели в Антарктиде кто-то жил еще тысячи лет назад Южный полюс показан без льда с очень высоким уровнем точности очень хорошо показывает что это место посещалось о нем знали его закартировали и это могло быть осуществлено только при одном условии если это место было заселено очень высоко развитой цивилизацией настолько высоко развитой что они делали абсолютно тысячные карты десятки тысяч лет назад Многие ученые склоняются к мысли о том что это было самое густонаселенное место на земле невыразимые красоты города украшали ее цветущие холмы и равнины а люди те самые разумные существа которые жили на нашей планете до нас по уровню знаний значительно опережали даже современное человечество ученые уверены наша техника которая позволит нам наконец заглянуть под самый северный полюс поставит современную науку на грань величайших открытий когда мы сможем пройти через лед Антарктиды и добраться до поверхности то мы найдем древние города древние хранилища знаний и наверное настанет новый этап развития нашей цивилизации но что же случилось с нашей планетой что могло вызвать такой катаклизм погубивший сразу несколько материков и цивилизации странное совпадение но почти все метеориты которые прилетели на нашу планету с Марса вонзились в поверхность Земли 13 тысяч лет назад этим же периодом датируются кратеры от космической бомбардировки в районе штата Северная Каролина в США это точные данные геологии все эти факты также позволяют считать что тогда же затонули Атлантида и Гиперборея однако древняя мифология разных культур хранит еще более возмутительные истории об этом периоде оказывается люди помнят время когда у Земли не было Луны ее притащили боги после великого потопа по древним легендам известно что Луны раньше у Земли не было это известно по легенде значит когда появилась Луна был потоп одновременно это по греческим легендам известно по китайским по еврейским легендам известно что когда вот появилась Луна как говорится хляби небесные открылись и все на нас стало валиться сверху да дождь там и так далее и китайцы говорят небо упало к северу то есть значит изменилось положение континенты сползли сдвинулись в Египте в древнем храме богини Хатхор в Дендере все стены расписаны картинами священного календаря его также называют Дендерский Зодиак это не расшифрованная еще до конца хроника великих катастроф прошлого вот эта женская фигура обозначает землю бабуин в ее руке луну вытянутая рука говорит о том что луна была притянута к земле это сделали боги независимо от Египта такие же летописи оставила древняя цивилизация на другом краю земли недалеко от священного города Тиуанака на стенах колоссасая храма стоящих камней начертаны символы там значится что луна появилась возле земли 12 с лишним тысяч лет назад на территории обеих Америк хорошо сохранились рисунки и рассказы об этом глобальном изменении в жизни планеты луны не было раньше и плюс еще мифология есть долунная вот еще египетские кстати мифы вот если взять всю египетскую мифологию она состоит на две части ее можно разбить это была долунная мифология там были какие-то кролики уточки гуси какие-то а потом начинается лунная мифология появляется тот который отвечает за 5 добавочных дней в году за приливы и отливы неопровержимый факт первые календари древнейших культур насчитывали 360 дней в году а потом вдруг их стало на 5 больше и это событие настойчивым образом описывается в основных космогонических мифах народов Египта Шумера Китая древнегреческий мыслитель Плутарх в своем сочинении об Исиде и Осирисе передал историю рассказанную ему жрецами страны пирамид как-то бог земли геп и богиня неба нут заключили между собой брачный союз но бог солнца раб проклял богиню нут и зарекся что ее дети не будут появляться ни в один из месяцев и ни в один из дней года тогда богиня нут обратилась за помощью богу тоту который выиграл в шашке у богини луны 1,72 часть каждого дня и сложив из этих частей 5 полных дней прибавил их к египетскому календарному году в 360 дней и поместил в конце года так богиня нут получила 5 дней и у нее родилось 5 детей при этом солнечный год увеличился до 365 дней а лунный сократился на 5 дней как может год увеличиться на 5 дней в переводе на технический язык это означает что наша планета поменяла орбиту и стала на 5 дней дальше от солнца а это возможно лишь в результате столкновения с крупным истероидом сегодня можно составить вполне достоверную реконструкцию тех далеких и трагических событий и так в начале гигантское космическое тело с немыслимой скоростью врезается в нашу прекрасную цветущую планету в районе Азорских островов земля как переспелое яблоко брызнула миллионами тонн раскаленной лавы и пепла огромное цунами дважды обогнула земной шар ушли под воду целые материки земля начала хаотически вращаться и упала со своей орбиты ровно на 5 дней наступил великий потоп который сменился ледниковым периодом так навсегда исчезли великие цивилизации и только через целую космическую эпоху холода мрака и пустоты появились мы люди это была территория заблуждений я желаю вам космического счастья вселенской удачи и вечной любви до встречи уже в ближайшую субботу в 10.30 и в следующий вторник с вами был Игорь Прокопенко Редактор субтитров А.Семкин